26 августа 15.43 на пульт отдела Оршанского департамента охраны поступило сообщение сигнал тревоги из одного из почтовых отделений города Орши. Незамедлительно на место выбыл наряд отдела охраны, которым было обнаружено возгорание помещения изнутри, а также на полу одной комнаты был обнаружен труп женщины с телесными повреждениями. Было установлено, что нападение на почту было совершено с коррестной целью, а убийство женщины совершено с особой жестокостью. О данном преступлении мной было доложено главе государства. Президентам была поставлена задача. В течение суток подозреваемый должен быть установлен и задержан. Ход оперативно-розыскных мероприятий президентам также был поставлен на контроль. Докладывать в случае изменения оперативной обстановки в любое время суток. Незамедлительно в город Оршу были направлены опытные сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел Центрального аппарата, а также сотрудники уголовного розыска УВД Витебска. Поднят по тревоге Оршанское районное управление внутренних дел, а также отряд милиции особого назначения УВД Витебского облсполкома. Прибыв на место совершения преступления была организована работа, а также управление силами, задействованными по розыску данного преступника. На месте происшествия работали следователи и эксперты. Ими очень тщательно осматривался каждый метр совершения преступления. Был на очень высоком уровне организован обмен информацией. Мы прекрасно понимали, что с учетом жестокости совершения данного преступления, а также дерзости совершения данного преступления, не исключали, что возможно совершение на территории города Орши других преступлений. Поэтому город Орша и приграничье Орши были блокированы сотрудниками милиции. Особое внимание было уделено вокзалу и железнодорожному вокзалу. К нам было организовано все необходимые мероприятия. Ближе к 23.00 была получена уже информация о подозреваемом лице. При задержании данного гражданина он попытался скрыться с сотрудниками. Был открыт огонь, огонь на поражение. Подозреваемому в настоящее время оказывается медицинская помощь. В настоящее время уже в постройках и прилегающей территории к дому, где проживал подозреваемый, изъяты деньги, а также изъята одежда, в которой совершалось преступление. В той же строке, с которой была убита женщина, были поражены даже сотрудники уголовного розыска, которые неоднократно выбывали аналогичное преступление, а также эксперты, которые неоднократно там бывали. Мы прекрасно понимали, что это совершено целенаправленно. И уже я могу сказать о личности преступника. Это ранее неоднократно судимый, 51-го года рождения гражданин, который в местах лишения свободы провел более 35 лет. Он ранее был судим за убийство, за причинение тяжких телесных повреждений, за разбой, совершенный с причинением телесных повреждений гражданам, а также за покушение на жизнь сотрудников милиции. Поэтому мы прекрасно понимали, что нам необходимо очень оперативно задержать данного преступника. Редактор субтитров А.Семкин